Яркое лето, яркие образы с магазином «Миледи» на спортивной 21 дробь 33. От вокзала до самого дома музея Чайковского на велосипеде, роликах и даже скейтборде. Такая возможность скоро появится у клинчан и гостей нашего города. Велопешеходный маршрут уже согласован, прошел все экспертизы, а теперь даже прикинут на местности главным архитектором Московской области. Евгения Цветкова продолжит. Почти шесть километров. Прелесть пешей прогулки оценивает спецкомиссия с главным архитектором области. Коррективы вносятся прямо на месте. Поэтому к проблемам особое внимание. Узкие тротуары, провода и аварийные деревья – серьезная помеха для строительных работ. Ведь комфортность зоны отдыха напрямую зависит от качества стройки. Получается, что здесь приличный уклон. Ступени. Я не знаю, надо их делать или нет, просто должно быть комфортно. Здесь гипотетически, если те деревья, которые мы с вами видим, вот этого, да, вот такого плана, да, то, естественно, мы приходим к необходимости их уже удалять. Ну, выходной день, в любом случае, народу всегда много, поэтому здесь есть куда расширяться и расширяться можно. Здесь надо делать шире. Делаем три метра минимум. Пешеходная зона не каприз, а историческая необходимость. В этом году Клин ворвался в пятерку лучших туристических городов Подмосковья. Ставку сделали на местный бренд. Потому и маршрут, соответствующий – от вокзала до дома музея Чайковского. Как на нитку он нанижит клинские места притяжения – улицу Гайдара, торговые ряды, Сестроедский парк и усадьбу Танеева. Наша цель – создать максимально привлекательный и интересный маршрут как для жителей города, так и для гостей, для туристов. Маршрут построен таким образом, что он идет мимо разных достопримечательностей в городе. Это музеи, это парковые зоны, зоны отдыха. Пока проект на бумаге, но до реализации осталось недолго. Планируется, что к осени здесь укатают велодорожку, организуют велопарковки, проведут освещение, установят информационные стенды и указатели на разных языках. На протяжении всего этого маршрута будут места отдыха, будут места питания. Этот маршрут будет подсвечен. Соответственно, это установка светильников торшерных, это мощение дороги, это дополнительное озеленение. По маршруту будет проведена предварительная вырубка. Но это не значит, что там, где мы будем деревья вырубать, что не будет появляться новое. Обязательно, как я уже говорила, на каждое вырубленное дерево нами будут посажены два, три более молодых саженцев. Обустройство пешеходной зоны пройдет в два этапа. Первый стартует уже в середине июля. Для начала проведут санитарную вырубку, снимут слой асфальта и расширят тротуары. Затем начнут укладывать брусчатку. Работу планируют завершить в этом году. Евгения Цветкова, Юлия Левицкая. Новости дня.